Наверняка все вы знаете о таком произведении, как «Душеполезное поучение Авы Дорофея». Откройте, ну понятно, представьте, что вы открыли, и что там первым поучением вы увидите. Ава Дорофей своих монахов наставляет прежде всего в том, кто есть человек, как он был создан. Он толкует, по сути дела, первые три главы книги «Бытия», дает краткий курс антропологии «Братья и монастыря», а потом уже объясняет им, как поститься, как молиться, каким образом преодолевать страсти и искушения. Такой же подход мы находим и у преподобного Семена Нового Богослова. Откройте его первое нравственное слово, которое он произносил в ряду слов, которые он произносил «Братья и монастыря». То оно также посвящено основам христианского учения о человеке, где он излагает смысл создания человека, предназначение, грехопадение, спасение, совершенное Господом Иисусом Христом. А потом уже дает наставление братья о том, как очищаться от страстей, молиться, поститься и так далее. Еще более яркий пример и близкий к нам – это, конечно, творение святого Феофана Затворника. Прежде всего, обращаю ваше внимание на его произведение «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Это письма, по сути дела, это 80 писем, обращенные к одной девушке, благочестивой девушке, может быть, вашей ровеснице, которая пожелала попробовать христианство по-настоящему. И вот старец, епископ, находясь в затворе, стал ее руководить. И обратите внимание, что из этих 80 писем первые 22 письма – это краткий курс антропологии. То есть он сначала объясняет, как устроен человек, что такое тело, душа, как они между собой относятся, что такое человеческий дух, что такое воля, силы души. А потом уже он учит управлять этими процессами внутри себя с помощью благодати Божьей и через свое личное усилие. Так что, друзья, этот подход не только представлен православным, он является господствующим и оправдан уже в реальных, можно сказать, жизненных условиях.